доброе утречко друзья доброе утречко от пропащего блогера который опять таки пропал даже не пропал опять-таки заболел вообще кто помнит я этот год начала того что я хочу начать заниматься своим здоровьем и начать а продолжать более интенсивно это делать и не знаю как то как так сложилось что ухудшила ситуацию и болела вместе с этим вместе с этим 2 напасть напасть которая со мной произошла это из того что я болея ведя неактивный образ жизни дома первые месяцы этого года это январь-февраль сейчас у нас уже за окошком март кстати всех с днем весны записываю первый свой влог мартовский весенний и в общем я за предыдущий месяц именно не за декабрь не за праздники а за месяцы болезни январь-февраль я конечно же поднабрала набрала 70 с копейками ну как 70 70 170 200 70 300 грамм это достаточно много а год назад я весила 64 800 ну вот как бы делайте выводы я тоже сделала и опять-таки надо браться за себя то что отпуска париж через месяц уже даже меньше поэтому надо себе брать в руки лето не за горами и вообще хочется смотреться в моем гардеробе который у меня уже как бы собран скомплектован кто бы что-то мне говорил что лишний вес какой шоу пинг ну блин мы все знаем прекрасно для чего мы покупаем вещи для чего мы занимаемся примерками конечно же что не всегда правильно но а куда деваться вот это я для тех кто не понимает понимает прелесть этих всех мелких радостей жизни лохматур лохматур у меня супер новости сейчас получила лаптоп с почты поддержка забирали у меня лаптоп на ремонт сказали что выставит счет короче получила я лаптоп получил я лаптоп и кажись это ремонт покрыла либо страховка либо гарантия с которой я ранее что-то платила кошечки я так поняла мне заказывали полностью вот эту вот крышку от компьютера мне так кажется вот то что тут все заклеена вода вода ну теперь когда компьютер дома и нет никакого счета на 850 и выше евро я могу спокойно выдохнуть и продолжать держаться своего бюджета своего баланса финансового потому что все таки как ни крути у меня впереди по-прежнему оплата кухни по большому счету я сейчас понимаю можно было бы икея обойтись но у меня была до этого кухня икея и принципе я была довольна все окей было но в этот раз я захотела настоящую кухню мечты и я надеюсь что все таки все пойдет по плану это право финансы да также я пока притормозил со всякими покупками но все же несмотря на то что я вам каждый раз говорю все у меня шопинка скеза все дела я все равно что-то допокупаю а именно что-то обновляю либо что-то добавляю того чего мне не хватало это я уже потом понимаю что этого мне не хватало в моем гардеробе и впереди вас ждет распаковка арки с новинками и про это поговорим отдельно и отдельно я вам покажу вот а что касается еще классной такой темы весной меня даже до начала марта мне посетили мысли по поводу расхламления и по поводу того что у нас начале летом намечен переезд новый дом и у нас в этой квартире в которой мы сейчас снимаем очень много накопилось вещей которые как бы нам уже достаточно продолжительное время не нужны решил немножко сменить и ракурс так вот я открыла пару шкафов коридоре и собственный шкаф там где у меня не одежда а больше там косметика всякая такая бьюти мелочевочка всякие аксессуары все что лежит и и ждет какого-то момента и часа я поняла что наступил тот самый момент когда надо расстаться плюс я впереди думала что меня ждут какие-то сумасшедшие траты по ремонту ноутбука но слава богу ремонт прошел бесплатно без всяких потрясений для моего бюджета вот и я решила потихонечку распродать парфюмерию ту которую я уже не так активно пользуюсь и какую-то купила несколько раз попользовалась и поняла что не буду вот и да я уже достаточно большое количество распродала где я все это распродаю благодаря оле моей подруги из англии она мне все-таки рассказала преимущество платформы винтед и я действительно поняла что винтед и вестиар это два вообще два два разных мира и все-таки выгоднее надежнее и быстрее и удобнее продавать какие-то свои ненужные расставаться со своими ненужными любимыми вещами когда-то на платформе винтед это европейская платформа для тех кто живет европе скандинавия балтийских странах там тоже это распространено например мой аккаунт зарегистрирован на финляндии и первое время по моему несколько дней как мне оля объяснила винтед предоставляет раскрутку твоего аккаунта по моему и доставка и возможно на все европейские страны но потом когда этот льготный период прекращается то я могу продавать на страны скандинавии это швеция дания и еще плюс балтийские стран по ум норвегии туда не входят норвегии там у них какой-то свой рынок я так поняла вот но допустим литва эстония и кто там еще латвия дания вот они как раз таких входят в эту локацию геолокацию вот и у меня очень много было продаж с моего аккаунта именно в литву что удивительно вот и да как-то все удачно сложилось что я на данный момент торговал уже более чем на 200 евро и там то что от чего я избавлялась это не было только одежда и косметика какая-то там косметику я подразумеваю парфюм да там были конечно же много детских вещей как из которых дети выросли плюс там была какая-то детская обувь пара балеток которые я купила на скидка в прошлом году и так не носил они так лежат там еще много кучи всяких украшений например типа как тоус подарены когда-то мужем и куплены мной сто лет назад то что я не ношу там тоже я выложила кому интересно пишите вот и цены я поставила такие адекватные то есть они стала там завышать конечно же понимаю прекрасно что какие-то вещи я носила какие-то вещи абсолютно новые какие-то вещи я может быть одела один пару раз и они прекрасном состоянии и я понимаю что это как бы не новая вещь поэтому цену я не имею права ставить как в магазине даже например со скидкой в магазине тоже рука не понимается вот и уже на четыре минуты наговорила в общем исходя из всего этого я продавала на сумму и мне надо кое-что обновить к моему весеннему гардеробу и я думаю что эти деньги которые я получила от продажи каких-то ненужных вещей продолжаю в том же темпе продавать я надеюсь я пущу там на детские вещи какие-то в детский гардероб весенний на какие-то свои вещи плюс на поездку во францию конечно же это небольшие суммы денег я думаю что следующей неделе и я как раз таки мне получится около 300 евро перевести на счет банковский свой с аккаунта винтед и тогда посмотрим как я распределила эту сумму вот но по большому счету приятно не просто избавляться от вещей там а какую-то выгоду еще получать это как конечно же я не то что непотребном виде я не рискую выставлять даже продавать хотя знаю на винтеды многие так делают и выставляют уже такую ношу на подношу на какие-то кроссовки брендовые не брендовые не в ужасном состоянии от них только фото хочется плакать ну и от прибыли на винтед перейдем к тратам а именно аркет наверное стоит показать это все потому что часть я уже попыталась и думаю сейчас оставить и переложить гардероб но так как я блогер делюсь своим контентом а мой контент преимущественно распаковки что вы любите потому что распаковки это самое такое легкий контент который может кого-то вдохновить лениться заказать и потратить деньги а потом получить увидеть что-то не является тем самым что он видел на картинке на сайте в общем я делюсь этим потому что я люблю шопинг я люблю одежду и я люблю обновлять гардероб не часто конечно и наверное я люблю больше добавлять какие-то детали в свой гардероб чтобы не обновлять его полностью кое-что забыла поэтому бегу в шкаф срочно забирать сейчас покажу все эти заказы были сделаны на сайте h&m да и так кое-что я уже изначально отказалась померила и получается такая типа распаковка после распаковки но я все равно вам покажу я думала по поводу того чтобы оставить это но в итоге я передумала что же это было такое это был такой хлопковый топ очень приятного розового цвета кстати цвет как моя шапка от окне очень похож вот и особенно сейчас камера передает и это another stories сейчас я заметила что в тренд входят майки подобного кроя сейчас покажу так вот такая вот майка она хлопковая вот с такой вот проймой она не приталена надо как достаточно просторная как наверное футболка из такого хлопка и похоже чем-то как будто бы у них тут состав сольном это париж ателье очень такая женственная коллекция на мой взгляд не совсем качественная но там тоже можно найти много чего интересного так made in portugal в общем цена полная 35 евро но именно на этот цвет на розовый как бы такого показать немножечко поярче там была скидка и стоила без всяких там купонов и по-моему до сих пор она стоит 24 евро по моему если не ошибаюсь вот и поэтому я заказала я примерила мне супер хорошо смотрится но я чё-то подумал блин 24 евро ё-моё за какую-то хлопковую мочулю решила что ладно у меня есть другие майки переживем так что еще было вот в этом маленьком пакетике этом маленьком пакетике еще были серия которые заказывали если честно уже второй раз сейчас тоже открою объехал запаковал ну ладно еще раз открою покажу вам и серьги мне очень полюбились но опять же из-за цены я подумала куда мне столько сурок у меня какое-то помешательство было в этом году на серьги полная цена 49 евро не хила но они серебряные тоже надо стоить выглядит вот так вот вот так вот покупала я их со своим купончиком за 39 39 но фишка их в том фишкой в том что вот это вот жемчужинка она снимается их можно носить без жемчужинки но без жемчужинки они выглядят как мои откос кстати кто не видел видео с распаковкой коз там где-то не совсем далеко оставлю здесь быть вверху ссылочку пройдите посмотрите там этот раз примеряла огромное количество сережек откос вот и вот эти вот я купила как раз таки мужском отделе но не очень мне кажется женственным выглядит вот и когда я вот эти одеваю без жемчужина то выглядит это примерно так же вот но эти мне кажется поинтереснее чем просто вот так вот и жемчужины понятно они выглядят очень женственно но я так подумала что мой стиль данный момент анималистичный стиль все лаконичное опять же возвращаясь к своему курсу по стилю я поняла для себя что я графика как бы тип личности тип личности вот и сейчас посмотрела с одеждой опять же со правой очков как-то не сходится не сочетается и опять же каким-то образом из какой-то одежды с обувью какой-то такой как-то негармонично смотрится на мой вкус и на мой взгляд вот поэтому поэтому вот это вот мочулька мочулька пойдет обратно все-таки я хотела я думаю что я ее оставлю учета потом передумала передумала но хотя смотрится она очень классно если на загорелом теле мне кажется супер-пупер очень возвращаю то что подобное ищет зайдите на сайт h&m и найдете вот этот вот кулечек я обратно отправляю но теперь настало время основного заказа аркет там не так много вещей но практически все бы вещи я бы если честно оставила а я покажу то что я заказала и потом уже обратите внимание аркет стали не в этим полиэтиленовых пакетах отправлять вещи а вот таких вот как и скальки да очень классная идея мне кажется более экологично возможно я заказала использую купон потому что этот заказ использованным купоном а вот такой вот лунгслив их в обычный сезон зимой все разобрали вы час опять появились и я знаю что не каждый год дорожают в цене так сколько они тут сейчас стоит 49 ранее они стоили 39 вот сейчас уже 49 не покупала со скидкой я как вы знаете люблю всякие тимирина я живу холодном климате и поэтому качестве базовых таких как-то basic layer да называется в первый слой да качество первого слоя я зимой в холодную погоду да мне кажется можно и весной под под джинсовой курткой под под тренчем и осенью люблю носить такие вот мирина топы они приталенные они греют они мягкие некомфортные и не показывала вам а как-то обещала в предыдущих видео что я покажу еще одну свою покупку а от аркет она не из этого заказа но я сейчас принесу ее и тоже покажу я ее уже активно носила как-то я уже говорила по поводу цвета что мне кажется что в тренде сейчас именно вот этот голубой цвет тренд весны и я все чаще и чаще его вижу мне купила такую камера не передает камера передает не так красиво как он в жизни вот так что имейте ввиду что в жизни он посимпатичнее уже носила активно я взяла в размере как видите м и здесь я тоже в размере м это брала на скидке это я тоже взяла на скидке со скидкой вот этой с купоном это на скидке и если сравнить подобные мирина топы лонгслива скос мне качество аркет больше нравится они менее прозрачные в отличие от коз вы видели да где там белая примерка от аркет была я примеряла такой же вот лунгслив молочного цвета как он был прозрачный этим менее прозрачные ну да и прозрачные но не сильно менее мне нравится как у них обработано и горло и вот это вот часть не обработанная но она как-то лучше держится чем у коз у коз мне кажется на как-то разваливается здесь нет вот этих вот вот почему она не разваливается что-то прошито здесь нет на руках вот этих вот дыр для пальца до в отличие от коз и не знаю мне кажется это как-то более базово смотрится чем то что есть у коз у коз как-то более по спортивному и оттенки кстати прикольно больше интереснее единственное что если я когда-нибудь увижу в аркет молочный цвет и обязательно тоже возьму вот это мы примере и это я вам тоже покажу серый я взяла потому что я знаю что мне идет серый и почему бы нет вот кто помнит год назад я покупала такую же юбку она длинный миди потому что на сайте арки также есть макси и там она представлена в других цветах оттенках но тоже по моему светлым есть а это такое как бы холодная бронза латунь до цвет латуни тоже взяла в таком же размере хоть я сейчас и поднабрала но я уже на пути к тому чтобы скинуть уже минус один кого ушел и я работаю над этим каждый день в общем стоимость стоимость 79 евро тоже вышла по моему за 69 в общем что-то вот около того вот немного по моему то ли 9 евро скидка была то ли сколько там тоже видите метр шестьдесят пять размер тридцать шестой мой рост метр шестьдесят пять идеально здесь по бокам разрезики я вот думаю оставлять ее или нет цвет классный такой универсальный у меня уже есть такая же черная и я вот думаю брать не брать и я помните примеряла прошлой весной а вернее даже летом до летом это было в августе вроде бы тоже здесь оставлю видео это арки от примерка и там была такая неонова розовая юбка ну так они неонова красивого цвета розового и последние они открыт последняя вещь этого такие вот широкие джинсы я бы назвала это даже не джинсы а штаны потому что они выполнены как джокеры как джокеры у них кстати тут не было этой цены она была в кармане и обратно положила ой а почем это удовольствием 69 да да 69 евро 69 евро очень интересно 67 фунтов 69 евро мне кажется фунт и евро значительно отличаются по курсу ну ладно в общем очень мягкая джинса выполнены как такие спортивные штаны они достаточно тонкие и при этом плотные на веревках затягиваются нет слишком длинные высокие девушки вам наверное это это модель не подойдет потому что вот метр 65 мне супер села опять же я уже примерил вам разочек примере не люблю так делать обычно сразу примеряем достаю и примеряю сразу на камеру в этот раз как-то так и гвоздь программы то что я сразу заприметила и сразу поняла что это все пойдет в мой гардероб это вот такая вот рубашка джинсовая куртка цвет опять неправильно передает мне кажется правильный цвет как здесь и засвечивает как-то это выполнено по типу мы как рубашка пальто от аркет и я знаю она еще есть в черном цвете это не джинса черного цвета какой-то лен либо хлопок и она тоже такая плотная тоже в черном цвете здесь где-нибудь поставлю картинку потому что на сайте h&m она есть и за ту же цену я смотрю модель один в один повторяю единственное что вот эта куртка на и джинсы исполнена она очень мягко очень комфортно то есть сюда пакетик засунула думаю вдруг пригодятся тут какие-то данные ну ладно я думаю тоже надо отрезать все и убирать очень удобная очень широкая и закрывает попу и карманы эти вообще в тему и вот этот вот актуальный сейчас воротник да такой как рубашечный в общем не все нравится и нравится как сидит и к сожалению тех кому сейчас понравилось я вас расстрою по крайне мере на территории финляндии эта модель распродана вообще во всех размерах то есть мне кажется как она появилась за две недели ее просто смели вот не за может быть что-то кто-то вернет может быть кто-то там решит я точно не буду возвращать это стоило восемьдесят девять евро не бюджетно учитывая что это как часть верхней до одежды то почему бы нет вот и по моему я на семьдесят девять евро взяла скидка была все использовала с этими всякими промо вещами и тоже размер 36 если я не сказала вот ну а теперь давайте примерим и посмотрим как это все сидит и так вот она я как бы показаться в полный рост наверное это как-то опустить камеру как-то так я наверно буду казаться большой потому что это все направлено и так пока светло давайте сделаем примерку ночной наверное не сверху а снизу значит джинс штанов джинсовых и дальше примерим вверх и юбку и жакет так примерили что на джинсы они достаточно широкие конечно сейчас это все как бы тренда но я не знаю они очень комфортно не очень мягкие мне наверное не очень хорошо у них не очень удобно себя показывать как все равно не туда когда показываю себя в зеркале наверно лучше вид как мне многие написали в том числе и мама они мне не подходят потому что не делать из меня квадрат если взять например сюда какой-то топ более укороченный как думаете стилисты я после я до сих пор еще не завершил последний модуль по стилю принципе у меня все есть понимание в голове мне так хочется что-то широкое свободное чтобы не стесняло движение такое универсальное но я сейчас понимаю что наверное это не совсем мне по фигуре потому что я еще по-прежнему такое-то человек без стали и прямоугольник а кто-то говорит даже из моего окружения что и квадрат вот в общем как-то так ну и давайте примерим лонгсливы так лонгслив который конечно просвечивает но он мне очень нравится из-за цвета какие-то кривоватые я люблю когда криво и несмотря на то что я уже как месяц его ношу потому что покупала в феврале он мне прям комфортен я мне кажется буду весной его носить и почему бы нет даже над животом конечно сейчас работаю но но чем этот цвет в качестве под блейзер под куртки и под все остальное мне кажется мой свет и и но ношу я не не со спортивным просто сейчас дома и спортивным браком лично не в спортивным браком хожу и это более как-то так женственно смотрится вот в общем мне очень нравится ну естественно я уже это ношу и давайте сейчас примерим серый серый цвет это вообще мой цвет обожаю его у меня цвет глаз серо-голубой темно-синий да серо-голубой и серый цвет мне всегда идет во всех оттенках так так в общем как-то так это и с джинсами хорошо и с брюками и с черным каким-то цветом в общем сочетание много темно-синий очень мне кажется цвет серый очень универсальным к хочется собрать целую линейку этих мерина тепленьких лонгслив потому что в них когда холодно тепло а когда жарко не жарко поэтому очень классные штуки хорошо покупать это все на скидках в разных цветах чтобы как-то разбавлять гардероб хотя серый может показаться кому-то скучный цвет но ничего он тоже классно разбавляет гардероб и что у нас там юбка давайте я юбку поменяю джинсы на юбку и примерит лонгслив с той юбкой и уже и жакетик потом и так юбка юбка конечно помятыми видя нет у меня смысла ее сейчас разглаживать еще немножечко сборится и понять в чем а это наверно тут бирка в общем предыдущая 36 размере черная и это тоже она должна быть приталена единственная как видите вот здесь вот такой вот такой вот ушки у тех у кого более женственные фигуры в плане бедер да тут как раз таки такой запас есть у меня здесь нет ничего мне тут как бы талия небольшое такое и прямо поэтому вот этот вот запас у меня получается не использованный хотя я не могу убрать меньше размер потому что она будет некрасиво а это как раз таки и больше не могу потому что если возьму больше что вот эта часть она будет еще больше и некрасиво смотреться вот мне сейчас отойти и показать это как это все смотрится в общем мне кажется это не моё потому что черная она как-то на бороться скрывает и более как-то фасон подобный но за счет цвета как-то скрывается а это наоборот за счет цвета подчеркивает все и я нами скорее всего точно от нее буду избавляться а то есть отправлять обратно я тут вот вместо есть здесь вот эти вот ушки как-то не знаю не знаю папа тоже не притык и по бедрам она все тут очень как-то села не очень ну и давайте а жакет джинсовый который я уже сто процентов знаю что я ставлю а давайте примерим я планирую выносить летом сверху на сарафаны в качестве как джинсовой куртки как что на футболке сверху накинуть и с юбками и джинсами и шортами и с платьями я думаю будет норм опять повторюсь мне 36 размер мне кажется с размером я угадала по рукавам по по всем этим параметрам сзади учимся широко и свободно очень хороший удачная модель а смотри даже серым неплохо смотрится думаю с белым или там с какой-то полоска под низ и другими цветами будет тоже супер а давайте покажу как это по как это будет смотреться а если там с низом каким-то даже с тем же черным неплохо и очень нравится эта куртка мне кажется это просто топчик и я буду мне кажется носить ее очень часто этим летом и весной и я думаю что это будет как бы верхней одеждой моей весны и в париж я думаю точно заберу на этом все вот такое вот видео про растраты про экономию и немножечко про то как можно из ненужных вещей получить деньги и потратить на что-то нужное вот поэтому вот этот круговорот вещей он должен быть у каждого потребителя потому что знаете все время захламлять а свой дом свою жизнь вещами которые потом будут оставаться и лежать мертвым грузом это не вариант вещи должны работать на нас на все таки мы потратили какую-то часть своей жизни чтобы заработать деньги и купить эти вещи поэтому если они лежат просто мертвым грузом почему бы от них не избавиться и не обновить какие-то вещи в своем гардеробе или не только в гардеробе можно купить какие-то классные книги можно купить что-то другое можно вообще ничего не покупать и положить на банковский счет и копить на какие-то приятные радости такие как например путешествия вот поэтому на этом я заканчиваю свой такой влог примерку распаковку от аркет сайта h&m повторюсь поэтому подписывайтесь на мой канал обязательно будут скоро много влогов и и обещаю что-нибудь так пропадать и уже не первый раз это обещаю но я стараюсь дольше чем на две недели не пропадать вот этому и как бы такое иначе мне совесть загрызет вот поэтому всем кто не подписался обязательно подписывайтесь шопинг я люблю примерки я люблю они обязательно все покупать когда вы что-то примеряете нужно очень взвешено принимать решение потому что купить это одно дело а потом что с этим делать я реально столкнулась с тем что у меня куча вещей и как это потом энергозатратно от них избавляться вот поэтому друзья всем хорошим настроением всем добра и любви пока пока до новых встреч